итак здравствуйте с вами художник и иллюстратор Елена Горюнова специально для компании скетчмаркер я хотела показать вам сегодня видеоурок по работе над скетчем это будет портретный скетчинг покажу как работать с лицом при том что палитра сета у меня архитектурная она содержит все необходимые коричневые оттенки и зеленоватые оттенки для глаз серая палитра подойдет для волос и одежды начинаем с эскиза и Итак, наш эскиз готов. Я работаю линером, линером обычно сейчас использую толщиной 0,3, он позволяет при скорости рисовать достаточно тонкие линии, если мы ограничиваемся каким-то пятном, то вполне можно сделать заливку, потому что перо маркера все равно не даст такой тонкой линии, какая нам нужна, например, при прорисовке губ. Это не самая детальная иллюстрация, какую я рисовала, потому что можно работать еще более точно, решать все линии вхождения отдельно, такая чистая графика, но для зарисовки стиль вполне подходящий, достаточно динамичный. Начинаем со светлого оттенка. Начинаем со светлого оттенка. Начинаем со светлого оттенка. Также можно использовать самый светлый оттенок для бликов на волоках. Когда мы будем работать поверх более темными оттенками, частично линия скроется, будет более тонкая, но станет достаточно реалистичный эффект. Как видите, я оставляю достаточно много пространства белого листа. Как в акварели, самый белый цвет у нас это цвет бумаги. Я рисую на аналоге бумаги для маркеров. Это Color Copy. 280-250-300 грамм. Очень приятная, матовая, достаточно белая. На самом деле, это бумага для профессиональной печати, но вполне заменяю. Нам понадобится еще один оттенок. Во-первых, он должен быть и немного потемнее. И с подтоном персик или красноватый. Примерно намечаем макияж. Теневые площадки носа. Его же можно, кстати, использовать для работы над губами, потому что не обязательно использовать розовые оттенки. Очень хорошо смотрятся бежевые, красноватые, кирпичные. Блики оставляем непокрашенные. Зубы обязательно надо убирать серым цветом, иначе у нас будет ощущение, что мы рисуем зайчика. Поэтому все, что нам не нужно на переднем плане, мы прячем. Полоска этого цвета вдоль щеки даже даст ощущение румяна. На скулах можно ограничиться только одним лишь штрихом. Если рисовать большое пятно, скорее уйдете в грязь. В грязи надо избегать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА